В коллективе Брестской таможни женщин порядка 30%. Все они ответственные, знающие и профессионально грамотные специалисты. Они у нас таможенницы с большой буквы. Так говорят мужчины. Наверное, благодаря именно всем вышеперечисленным женским качествам, конечно, при поддержке сильной половины команды, Брестская таможня – одно из самых сильных подразделений Белорусского таможенного комитета. Светлана Алексеюк, главный специалист отдела кадров, о своих коллегах, подругах, говорит лишь с почтением, подчеркивая, на таможне женщины – самое лучшее. Женщины разные. Женщины прекрасные, отзывчивые, энергичные, трудоспособные. Ну и просто по-женски очаровательные, добрые, чудесные. Ну, женщины – это всегда что-то красивое, приятное. Поэтому я думаю, что коллектив Брестской таможни женщины украшают. Хорошо работает, хороший коллектив. Я сначала попала в отдел таможенных платежей, потом меня перевели сюда, в отдел заскания таможенной задолженности. Получение? Этажом ниже, но как бы осталось инспектором. Ну, сложно, наверное, работать. Работать сложно, определенно, да. Хороший коллектив, всегда есть поддержка, всегда научат, всегда помогут мне, как молодому специалисту, в принципе. Поэтому... А женщины какие здесь работают? На ваш взгляд, какими качествами они обладают? Отзывчивые, добрые, все семейные. Все всегда научат не только работе, научат еще как себя вести в жизни, в реальной жизни. На торжестве, посвященном 8 марта, которое каждый год проходит в коллективе Брестской таможни, собрались женщины-офицеры, красавицы и умницы, четко выполняющие свои служебные обязанности, реально представляющие, насколько сложна и ответственна их служба. Такая представительная встреча не просто дань традициям. Это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность представительницам слабого пола за их силу, за их самоотверженность и труд. Ведь тот факт, что именно женщина делает мужчину мудрее и мужественнее, неопровержим. Наши брестские таможенные женщины, все вообще брестчанки, это самое обаятельное и привлекательное. И точно так же и сотрудницы, офицеры Брестской таможни. Ведь у нас женщины, они таможенные офицеры. И кроме того, что они обаятельные, привлекательные, милые, они еще точно считают таможенные платежи и не допускают контрабанду на территорию Республики Беларусь и Таможенного Союза. Так что с праздником всех женщин обаятельных, привлекательных, милых. Но мы постараемся такие условия создавать и так к ним относиться в течение всего следующего года, как сегодня, 7 марта, завтра 8 марта. С праздником, с праздником. Найлучшее пожелание. Женщины Брестской таможни могут покорить все вершины, делают и будут делать все для того, чтобы соблюдались законы Беларуси. Чтобы те, кто жаждет нарушать их, понял раз и навсегда, что барьер перед ними стоит достаточно жесткий. Женская наблюдательность и женская интуиция. Приятной неожиданностью во время торжественной церемонии стал поздравительный адрес от главы нашего государства. Слова благодарности от Александра Лукашенко прозвучали для Ирины Владимировны Снитко, начальника отдела кадров Брестской таможни. Ожидали этой награды? Нет, это было очень неожиданно. Но хочу поблагодарить, потому что испытываю чувство гордости и благодарности. За, поймите правильно, это, наверное, это награда. Поздравление всему коллективу женскому за достойный и благодарный труд. Чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, чтобы спорились дела на работе и дома. Эти слова звучали для всех женщин. Слова признаний за слуг, слова откровений, конечно. Без прекрасного концерта, который подготовили мужчины, таможенники, подрастающее поколение, детки сотрудников, не обошлось. Но самой приятной неожиданностью, сюрпризом, стало сногсшибательное выступление героев интернета, великолепных в своей простоте неподражаемых Зои и Валеры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первый праздник весны, день 8 марта, особо отмечен в календаре. Это день почитания женщины, матери, сестры, невесты, любимой. Он пропитан любовью, нежностью и красотой. В этот день выражается особое почтение к женщине, без которой не будет крепкой основы государства, в котором мы живем.